Добрый день! Получил сегодня вот такой вот кубик Тосенксо зеркальный циркулярный куб 3х3. Было бы желание, циркулярную версию можно сделать из всего технической информации. Напомню, что есть просто циркулярный 3х3, несложная головоломка и одна из серий, где есть сильно посложнее. Тот же 2х2 гораздо сложнее, хотя собрать можно и побыстрее. Ну там и 4х4, и 5х5, и разные всякие. Приехала в такой вот коробочке, ну тут есть инструкция, не открывал конечно, на всякий случай посмотрим. Может что жуткое написано, но всякое, тут прям циркулярный куб нарисован, даже зеркальный. То есть стараются инструкции делать соответствующие. И это хорошо. Инструкцию уберем. Бывала еще подставка в комплекте, но она была от мою, и видимо это презент от продавца. То есть не в коробочке, а рядышком лежала. Вот что из себя представляет. По размеру почти такой же, только плоские грани. Цвет такой же, как у других зеркальных моделей с Инксо, не буду их доставать, бы не сильно хитрая вещица. Смазана, была неплохо и в пакетике еще завернута. Один раз собрал, убедился, что все действительно так, как я и думал. Все грани нулевые, но зеркальный кубик с Крэйзи элементами, это по меньшей мере интересно. И даже если у вас нет обычного Крэйзи, Крэйзи циркулярного кубика 3х3 Ацинксо, то вот эта штука повеселее что ли. Вот так вот весело перемешивается. Давайте берем, найдем какой-нибудь самый длинный элемент, как на обычном зеркальном кубике. Центр. То есть вот центр, длинный, и к нему какие-нибудь ребра попробуем поставить. Достаточно длинные, это тоже. Это коротковато. Какое-то вот такое. Ну еще бы четвертое. Еще бы четвертое. Где бы ее взять? Глазки, конечно, разбегаются. В упор не вижу. Не ты. Вот оно. Вот это похоже... Похоже, да не совсем. Что здесь не хватило. Еще один элемент куда делся. Вот так. А вот у нас крест. За годами он становится все чутьнее и чутьнее. Но здесь не хватает вот этих элементов. Дополнительных, центральных. Но прежде чем их ставить, мы поставим вот эти штуки на места. Чтобы они соответствовали центрам. Они же все-таки разные. Вот это очень похоже, что совпадает. Но нам бы вот эти еще поставить. То есть, сначала вот эти на места. Да, боковые центрики. Маленькие. Потом сами элементы креста расставим. Самый выпуклый вот этот, кажется. Поставим его вот сюда. Можно этапы сборки совмещать. Но я пока не буду. Чтобы самому не запутаться и зрителю не запутать. Не угадал я. Не такой. Так, а это что? Вот здесь. Ребро и центр на одном уровне. Это хорошо. Так, вот этот выпуклый. Сюда бы его поставить. Да, стоит хорошо. Это тогда поставим вот сюда. Ну, это, соответственно, сюда. Кажется, крест стал лучше. Но какие-то лишние отверстия. Надо бы их убрать. Вот здесь вот хорошо. Поищем такие же центральные элементы для остальных ребер креста. Ну, где их искать? Вот же оно. Давайте поднимем. Элемент. Наверх. Вот он. Отведем в сторону. Поворачиваем правую грань, пока длинный центр не появится. Этот ниже. Этот длиннее. Потом их совместим. Все грани нулевые, поэтому эти центральные элементы при вот таком повороте стоят на месте. Но опускаем. Тут становится хорошо. Ну, повторяем процедуру. Вот этот. И вот этот центр туда нужно поставить. Так, двигаем, а он на месте. Значит, поднимаем. Отводим в сторону. Возвращаем. Совмещаем. И вниз. Так. Сюда. Поднимаем. Это не он. Не он. Не он. Не он. Он. Совмещаем. Ну, и ставим вниз. Не знаю, понятно ли что-то на камере. Ну, и вживой это тоже выглядит разношерстно, хаотично. Теперь крест правильный. Дальше. Первые два слоя мы собираем не особо задумываясь. Просто либо послойно, либо ифтуэлл. К примеру, вот эти вот. Куда они сюда? Или нет? Куда будем встать? Вот сюда, наверное. Сейчас попробуем. А, они даже не друзья. Так, а есть у нас кто-то покрупнее. Вот такой вот. Попробуем объединить пару этих больших друзей. Да? Каким-то образом. Вот у нас пара. И вот самое широкое место. Сюда их поставим. Так. Дальше. Друзья помельче. Помельче друзья. Это будут вот такие, наверное. Здесь всегда чего-то не хватает. Сначала их разделим. Похожим на трехходовку. Где бы им стоять? Наверное, вот здесь. И сюда поставим. Дальше. Вот это выглядит как пара. Попробуем их разбить на трехходовку. Поставить сюда. Ну и здесь. Вот потолще. Нет. А, вот элемент нужный. Просто их стоял. Вполне достойно вращается. Вот эти два элемента ориентированы правильно. Вот эти два нет. То есть это галка. Сделаем галку. Не буду пытаться здесь ойл-эл ловить. А, ну рыбку-то видно. Раз, два, три угла. Делаем просто рыбку. Оп. Так. И здесь на циркулярных таких головоломках, 3х3-образных, нельзя перевел использовать в полной мере. Проще методом для начинающих дособирать, чтобы у нас не разбежались центральные элементы. Есть безопасные, конечно, алгоритмы типа T-Perm. Ну а есть опасные. Вот сейчас что-то похожее на U-Perm. А, нет, даже не U-Perm. Показалось. Не пойми кто. А, хотя это как раз T-Perm. Похож на T-Perm. Ну что, раз похож, давайте попробуем его сделать. Делаем T-Perm. Так. Это был не T-Perm. Ну или я не так его взял. Кажется, что получил какую-то чушь. Но на деле ребра стоят все на местах. Тут не хватает центрального элемента. Тут тоже. Тут он, наоборот, выпирает. И тут. Расставим уголки по местам. Ну, видно, ни один на месте не стоит. Делаем перестановку одну. Тастаем A-1. Так. Один встал на место. Сделаем еще одну. Ну вот. Ну и получилась ситуация, которая может получиться, может нет. Это перестановка от этих центров. Можем сделать два T-Perm. Ну, T-Perm я уже демонстрировал. Либо сделать R-U. R'U. Пять раз. И все должно решиться. Ну, ровно так же, как здесь. Если мы сделаем два T-Perm. Раз. Они сдвинулись в центры. И два. Вот у нас сейчас именно вот такая ситуация. Нужна перестановка противоположных центральных элементов. Да. Вот длинный. Тут не хватает. Чуть поменьше. Чуть поменьше. Ну, сделаем R-U. R-U. R'U. И повторить нужно пять раз. Это два. Это три. Это четыре. Это пять. Ну, и все. Зеркальный циркулярный куб 3х3 от Cengso собран. Ну, не скажу, что это супер-пупер-голуболомка. Но если у вас циркулярной серии не было, то почему бы и не взять? Если у вас было и вам понравилось, то можно немножко сборку разнообразить. Ничего особо нового по сравнению с обычным 3х3 здесь вы не встретите. Здесь нет симметричных элементов, которые нужно потом как-то думать, переставлять, менять местами. Все банально. То есть просто аналог цветного кубика в виде зеркального. Ну, ровно как и обычный MergerBox для стандартного кубика робика 3х3. Есть еще такая двушка. Я ее тоже заказал. Там, возможно, будет поинтереснее. Хотя, по сути, то же самое. Просто ориентироваться будет посложнее, потому что нет цветов. Ну, посмотрим. Видео тоже, конечно, сделаю. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok